В Японии скончался пожилой человек, и эту новость распространили сегодня все мировые информационные агентства. Речь идет о легендарной личности. Бывшего младшего лейтенанта в стране восходящего солнца называли последним самураем. После капитуляции императорской армии он отказался сложить оружие и 30 лет доказывал, что и один в джумблях воин. Мир и война Хироа Аноды в репортаже Алексея Зотова. В марте 1974-го эти кадры из аэропорта Токио потрясли весь мир, но особенно самих японцев. Худого 52-летнего человека с усиками встречали, держа в руках его портреты. Все фотографии молодого лейтенанта разведки японской армии Хироа Аноды были сделаны за 29 лет до этого, во время Второй мировой войны. Даже генеральный секретарь японского правительства, говоря сегодня уже о кончине Аноды, вспомнил кое-что личное. Я хорошо помню свои ощущения. Когда, прожив много лет в джунглях, господин Анода вернулся на родину в Японию, я понял, что Вторая мировая война окончательно завершилась. В конце 1944-го молодой Анода был направлен на филиппинский остров Лубанг готовить операции против наступающих американцев, но десант США уничтожил почти весь его гарнизон. И Хиро Анода, 30 лет прячась в джунглях, выполнял приказ командира. Никакого харакири воевать с врагом до конца. Выманить несгибаемого лейтенанта смог лишь лично постаревший майор Танегучи. С помощью мегафона он зачитал желтый от времени приказ о капитуляции Японии во Второй мировой. Слава его величеству императору! Я клянусь, что до конца был верен чести и приказу. При себе у Аноды была винтовка в отличном состоянии, 500 патронов и самурайский меч, который, кстати, командир военной базы вернул лейтенанту, назвав его образцом военной верности. На счету неуловимого Аноды были десятки убитых военных, но президент Филиппин помиловал его. Больше всего в Токио его потрясли даже не небоскребы, а питьевая вода, текущая из крана, и еда, которую можно купить в магазине. Долгое время он спал на голом полу и по совету психотерапевта уехал жить в Бразилию. В крайне редких интервью Хиро Анода рассказывал, что выжить ему помогла отличная боевая подготовка. Если ты чувствуешь себя в лесу, как рыба в воде, твой противник попросту обречен. Я четко знал, по одной открытой местности надо перемещаться в камуфляже из сухих листьев, по другой только из свежих. Филиппинские солдаты были не в курсе таких тонкостей. Больше всего мне не хватало, наверное, мыла. Я стирал одежду в проточной воде, используя залу как порошок. Умывался, но очень хотелось намылиться. Все 29 лет Анода боролся за выживание. Мясо убитой коровы ему хватало на целый год. Он ел бананы и пил кокосовое молоко. Дважды в день чистил зубы толченой пальмовой корой. И врачи не нашли у него ни одного больного зуба. Он построил себе дом из бамбука и лечился травами. Но и не забывал устраивать диверсии. Жег рис, собранный филиппинцами, и перестреливался с военными. Меня оскорбляет предположение, что моя борьба была бессмысленной. Я воевал, чтобы моя страна была могущественной и процветающей. В императорской армии было не принято обсуждать приказы. Майор сказал, что должен оставаться, пока я не вернусь за тобой. Я солдат и выполнил приказ. Что тут удивительного? Когда я вернулся в Токио, увидел, что Япония сильная и богата. Это утешило мое сердце. Однажды Анода отобрал у крестьянина радиоприемника и, слушая трансляции с Олимпиады в Токио, был уверен, что все это американская провокация против него. Он не верил ни листовкам, ни письмам родных, умолявших его сдаться. До встречи с командиром он считал, что исполняет долг. Спустя годы Анода обучал мальчишек выживать в лесу. А в филиппинской школе, недалеко от которой прятался, подарил 10 тысяч долларов.